Антон Каминский Какая работа ведется вашим отделением? На что направлены сегодня силы сотрудников полиции? Сейчас в нашей стране актуальной проблемой является борьба с терроризмом. Это все связано с событиями на мировой арене. Борьба с запрещенным в нашей стране организацией ИГИЛ, руководством страны и Министерством внутренних дел этому вопросу уделяется большое внимание. В этом случае сотрудники полиции нацелены на своевременное реагирование, на сообщения о возможных совершениях в терактах. Вся информация, поступающая, четко отрабатывается. Своевременное реагирование на данные вызовы доводится, что необходимо своевременно реагировать на все сообщения о данных происшествиях. И наш отдел полиции, в частности, в полной мере готов участвовать в этой работе и бороться с данным проявлением. Отлично. То есть можно сказать, что на сегодняшний день вот эта работа является приоритетной? Несомненно, да. Сейчас этому очень большое внимание уделяется. Буквально в декабре 2015 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Кораблинский от неизвестного абонента поступил телефонный звонок с сообщением о том, что на железнодорожном вокзале города Кораблино заложено взрывное устройство. Соответственно, отдел полиции был поднят по тревоге, было сообщено всей экстренным службам о данном происшествии. На место происшествия, соответственно, выезжали также все экстренные службы, МЧС, скорая помощь, сотрудники Центра противодействия и экстремизму у МВД России по Рязанской области. И сотрудники специальных служб. При обследовании вокзала сотрудниками ОМОН каких-либо взрывных устройств обнаружено не было. В связи с чем, предварительно был сделан вывод о том, что данное сообщение является ложным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Кораблинский было установлено, что данное сообщение сделал ранее судимый житель Кораблинского района, который был задержан. В последующем. Цель его была совершение данного преступления в том, чтобы просто посмотреть, как будут реагировать сотрудники полиции на данное происшествие. При совершении данного преступления он находился в состоянии опьянения. В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет. Вот так, если сравнивать статистику, кто же больше таких сообщений подбрасывает, можно сказать, сотрудникам полиции, проверяет их реакцию? Это все-таки взрослые люди или дети? Статистика, конечно, разная, но в основном, конечно, это несовершеннолетние совершают данные преступления. Ну и, в частности, взрослые. С этой целью, чтобы спрофилактировать данные преступления, непосредственно нашим отделением дознания проводятся профилактические мероприятия. Лекции в школах с подростками в других учебных заведениях. На правовые темы, связанные с уголовной ответственностью, значит, мы разъясняем им, что нельзя совершать данные преступления. То есть, в полной мере участвуем в программе профилактики преступности. Подбираем темы и, соответственно, доводим до учеников старших классов в основном. Потому что уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому как бы больше актуально доводить им старшеклассникам. Антон, как много вообще, как часто поступают такие звонки, ну не только в вашем районе, но если есть такая информация вообще в регионе? На данный момент участились данные случаи. Только на территории обслуживания межмуниципального отдела Кораблинский за последний год, за 2015 год, было зарегистрировано 4 таких факта. То есть, как бы до этого было намного меньше. Соответственно, я это связываю с тем, что участились сюжеты по телевидению, связанные с терроризмом. Люди, соответственно, тоже реагируют и совершают такие... И заставляют реагировать вас. И заставляют реагировать нас, совершенно верно. Помимо профилактической работы, предотвращающего такие заведомо ложные сообщения, проводятся же работы, направленные на обеспечение безопасности граждан, правильно? То есть, там вот эти странные сумки, странные предметы и так далее, куда обращаться? Совершенно верно. В основном, как бы, профилактическая работа не зацикливается на только проведении лекций в учебных заведениях. Разрабатываются соответствующие памятки, которые размещаются в местах массового скопления граждан, где люди могут посмотреть, соответственно, почитать по данной памятке, что необходимо делать в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов, куда нужно сообщать. Соответственно, телефоны размещаются, экстренных служб. Ну и, соответственно, проводятся тренировочные мероприятия, связанные с проведением эвакуационных действий. Это больницы, школа в основном, правильно? Совершенно верно. Как бы, отрабатываются по плану, соответственно, действия, взаимодействия между службами. Это очень важно, кстати. Может быть, об этом подробнее стоит поговорить? Как налажено взаимодействие? Ну, взаимодействие налажено у нас в соответствии с планом, который утверждается как бы всеми руководителями, задействованных при совершении таких сообщений. Вот, поэтому, как бы, тут не только полиция участвует при предотвращении таких действий, но и службы города, экстренные МЧС, скорые, администрации. Стоит ли, по вашему мнению, проводить более массовую вот эту работу по обеспечению безопасности? То есть, в Москве, например, в метро постоянно вещают. Если вы обнаружили странный предмет, может быть, и в Рязани можно как-то в торговых центрах лишний раз напоминать какие-то звуковые сообщения? Ну, я считаю, да, это как бы не помешает, потому что люди должны всегда быть как бы на чеку, чтобы знать, что им делать. Во-первых, да, там люди придут, допустим, в какие-то торговые центры, они поступят какие-то сообщения, что там заложено взрывное устройство. Как бы люди должны знать, куда им, что им делать в данной ситуации, чтобы, потому что это все актуально, и у нас были случаи терактов в Волгограде, соответственно. Поэтому, чтобы все ориентировались, надо как бы это, так сказать, прививать уже с малого возраста, потому что это актуальная проблема. Напомните еще раз, пожалуйста, алгоритм действий. Здесь зависит, соответственно, от обстановки, где произошло происшествие. Ну, в основном, как бы алгоритм действий зависит от сотрудников полиции. То есть они руководят, они эвакуацию проводят, поэтому при выезде как бы на место происшествия, соответственно, там все будет организовано сотрудниками полиции. Руководству к действию будет дано четко и понятно. Да, то есть что нужно людям делать, соответственно, и как эвакуацию проводить, значит, отключать, если это в домах, там, газ, свет и так далее. То есть все как бы зависит от сотрудников полиции. Поэтому, особенно для граждан, они просто должны знать, что надо, как бы, где безопасное место, и где безопасное место находится. Антон, еще раз, пожалуйста, напомните санкции для граждан за такое нарушение, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Еще раз напомню, что статья 207 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за данное преступление. И по санкции данной статьи предусмотрено лишение свободы до трех лет. Да, хочется пожелать гражданам, чтобы они все-таки думали, прежде чем делали. Все правильно. Наверное. Антон, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо за столь полезную беседу. Никогда не будет лишним напомнить, тем более в современных реалиях, о мерах безопасности и о правилах поведения. Спасибо вам. Спасибо, что пришли к нам в студию. Это была программа «Городские встречи». Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!